Здравствуйте! В эфире программа «Патруль» и я, ее ведущий, Вячеслав Чаптыков. В Абюрском районе в результате опрокидывания автомобиля погибли два человека. Сотрудниками полиции установлено, что водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем марки УАЗ, двигаясь южном направлении на 1103 км автодороги Р-257 Енисей, из-за несоответствия скорости к конкретным дорожным условиям, не справившись с управлением, допустил опрокидывание. В результате происшествия от тяжести полученных ранений скончались два пассажира, жительницы села Хайракан Зунхемчикского района. Установлено, что на участке дороги, где произошло ДТП, образовалась гололедица, которая не была обработана противогололедными материалами. Также известно, что транспортное средство марки УАЗ 31519 не было оснащено ремнями безопасности. В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. 13 ноября на 11 часов из-за снегопада на территории республики зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, столкновений, транспортных средств из-за несоблюдения дистанции. Ввиду неблагоприятных погодных условий, Госавтоинспекция ТУВ обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков. Рекомендуем выбирать скорость не только исходя из существующих ограничений скоростного режима, а руководствоваться прежде всего дорожными условиями, состоянием проезжной части, чтобы при возникновении опасности можно было принять необходимые меры, вплоть до полной остановки автомобиля. Для исключения случаев наезда на пешеходы необходимо сконцентрироваться вблизи пешеходных переходов, а при подъезде к пешеходным переходам заранее снижать скорость. В Красноярском крае установили предварительную версию обстоятельств аварии, в результате которой погибли и пострадали жители Тувы. По предварительным данным, 10 ноября около часа ночи на 233-м километре автодороги Р-257 Енисей водитель микроавтобуса Тойота Хайс, направлявшийся из Красноярского Бакан, произвел столкновение. Он наехал на грузовик с полуприцепом, который остановился на красный сигнал светофора в попутном направлении. В результате аварии погибли оба водителя микроавтобуса, один из них – сменный водитель. Обоим по 38 лет. 9 пассажиров с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. Все, кто был в Тойоте Хайс, жители Тувы, несовершеннолетних среди них нет. В настоящее время сотрудники следственно-оперативной группы полиции работают на месте ДТП. Они выясняют все обстоятельства происшествия. На посту АК инспекторами ДПС выявлен факт незаконного оборота крупной партии наркотиков. Инспекторами ДПС Барунхемчикского района по подозрению в перевозке наркотических веществ задержаны жители села Чирабажи Дзунхемчикского района. 12 ноября около часу ночи на передвижном посту АК для проверки документов и соблюдения водителям необходимых мер безопасности был остановлен автомобиль марки Тойота Креста. Во время проверки документов сотрудники госавтоинспекции заметили подозрительное поведение 26-летнего водителя. Полицейские приняли решение провести досмотр водителя, пассажира, а также транспортного средства. При досмотре салона авто под передним пассажирским сидением был обнаружен черный полиэтиленовый пакет, внутри которого находились вещества растительного происхождения с характерным запахом дикорастущей конопли в количестве 344 фрагментов. 26-летний водитель и 29-летний пассажир были доставлены в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Наркотические вещества направлены на исследование. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Госавтоинспекция Улухемского района устанавливает обстоятельства опрокидывания автомобиля. 11 ноября около 7 часов утра в дежурную часть межмуниципального МВД России Улухемский поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, опрокидывании автомобиля. Установлено, что 29-летний водитель, управляя автомобилем марки ВАЗ, допустил опрокидывание транспортного средства. В результате аварии в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести была госпитализирована пассажирка, жительница города Чадан, 1998 года рождения. Также двоим пассажирам в возрасте 21 и 29 лет назначено амбулаторное лечение. В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. С 4 по 10 ноября сотрудниками ГИБДД в Туве задержано 69 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. 30 из них в Кызыле. Так и водитель ВАЗа решил по быстрому съездить до магазина, пешком идти далеко, а на машине ехать от силы 5 минут. Но количество алкоголя в крови мужчину подвело. Увидев дорожных полицейских, он занервничал и попытался быстренько уехать. Однако воплотить задуманное в жизнь мужчине не удалось. При проверке документов у мужчины не оказалось водительского удостоверения. Он сказал, что машину взял у брата. При проверке через базу данных ГИБДД выяснилось, что водитель и есть собственник авто. Более того, он ранее был лишен права управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения со сроком в 30 месяцев. Увы, срок еще не прошел, а он снова взялся за старое. Теперь водителю, помимо очередного штрафа за грубое нарушение правил дорожного движения, грозит реальный срок лишения свободы. В ночь с пятницы на субботу сотрудники ДПС за городом заметили подозрительную машину. На требования полицейских об остановке водитель не отреагировал и попытался скрыться. Но эта попытка не увенчалась успехом. На Байхакской водитель ВАЗа из-за высокой скорости не успел среагировать и влетел в бетонное ограждение. Когда вытащили водителя из разбитой машины, стала ясна попытка бегства. От молодого человека исходил запах алкоголя. Водителя направили в медучреждение, где он прошел обследование. К счастью, жизни молодого человека ничего не угрожает. Но стоит задуматься над тем, что, сев пьяных за руль, он чуть не убил себя. В Туве обнаружено тело несовершеннолетнего, без вести пропавшего в октябре текущего года. 3 октября в правоохранительные органы Тоджинского района республики поступило сообщение о безызвестном исчезновении 17-летнего парня. По данному факту, региональным следкомом расследовалось уголовное дело убийства. Проведенным неотложными мероприятиями установлено, что 2 октября около 15 часов несовершеннолетний пешком направлялся в сторону села Торахем от паромной переправы через реку Пейхем. С указанного времени о местонахождении несовершеннолетнего ничего не было известно. Следователями допрошены родители, родственники, учащиеся и преподавательский состав техникума, где учился парень. Друзья и знакомые, а также местные жители, с целью получения информации о местонахождении, а также обстоятельств, предшествовавших безызвестному исчезновению, 8 ноября около 16 часов тело несовершеннолетнего было обнаружено во время рыбалки жителями села Ии в водах реки Пейхем. На месте происшествия при осмотре на теле несовершеннолетнего каких-либо признаков насильственной смерти не обнаружено. В настоящее время по материалам уголовного дела назначены судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти пострадавшего, а также посмертная психолого-психиатрическая экспертиза. Уголовное дело продолжается. Быстрая езда захватывает дух, но иногда и жизнь. Вы готовы выиграть несколько секунд и подвергнуть опасности свою жизнь и жизнь пассажиров? Каждый день задерживают десятка нетрезвых водителей. Сколько молодых в жизни удалось спасти, а сколько нет. Рано или поздно каждый нетрезвый водитель приводит к смерти. Всегда. Знаете, какое ДТП носит больше всего жизней? Выезд на встречную полосу. На дороге нет сильных или смелых, есть лишь умные и глупые. Не мамины руки и не мягкая игрушка, а только детское удерживающее устройство способны сохранить жизнь вашему ребенку в случае дорожно-транспортного происшествия. Дайте автокреслу шанс спасти вашего малыша. Казалось бы, автокресло – это мелочь, но эта мелочь имеет огромное значение. Наибольшую опасность представляет собой автомобиль, который едет быстрее, чем способен думать ее водитель. Помните, беда редко приходит на скорости ниже 60 км в час. Чтобы быть в памяти детей завтра, нужно быть в их жизни сегодня. Взрослые, помните, вы явились на свет без запасных частей. Юные автомобилисты, то вы, встретились на республиканском чемпионате по автомногоборью. В минувшие дни на автодроме Кызыльского транспортного техникума состоялся второй республиканский чемпионат по юношескому автомногоборью. Участниками соревнований стали 36 юношей в возрасте от 14 до 17 лет, обучающиеся в школах и средних учебных заведениях республики. Республиканский чемпионат по юношескому автомногоборью у нас проводится в республике второй раз. Первый конкурс у нас проходил в феврале месяце этого года. Мы решили второй конкурс провести осенью, так как детям, команде-победителю нужно время, чтобы подготовиться к всероссийскому этапу, так как у нас команда-победительница едет в следующем году в апреле месяце на всероссийский чемпионат по юношескому автомногоборью. В этом году у нас на всероссийский этап съедила команда Кызыльского транспортного техникума. Очень активно, очень хорошо выступили ребята, но для достижения высшего результата нужна еще подготовка. Поэтому мы считаем, что подобные конкурсы среди детей в возрасте от 14 до 17 лет очень важно проводить, так как мы повышаем профессионализм детей, будущих водителей, будущих участников дорожного движения. Они с этого возраста уже начинают изучать правила дорожного движения, конструкцию транспортных средств и вообще элементы вождения автомобиля. В конкурсе приняли участие 9 команд, учащиеся школ и средних учебных заведений республики. Команды показали теоретические знания по правилам дорожного движения, а также демонстрировали навыки вождения автомобиля на скоростном маневрировании и автоэстафете. Кроме того, в командном первенстве конкурсанты соревновались и в замене колеса. На автоэстафете участники демонстрировали умение плавного хода. Мячики, лежавшие на капоте, не должны были упасть. Змейка, восьмерка, кольцо, габариты. Название этих фигур автопилотажа знает каждого, кто учился в автошколе. А вот упражнения парковка уже интереснее. Автомобиль надо остановить так, чтобы сбитая планка не уронила кегли. Это одно из самых сложных заданий, и справились с ним далеко не все участники. Сложнее всего... Ну так-то да, все легко. Учимся, тренируемся, знаем. Лучшие навыки вождения автомобиля продемонстрировал Тенгир Кызлол, конкурсант из Тувинского политехнического техникума. А лучшие знания ПДД показал Салгал Оржак, представитель Кызльского транспортного техникума. По итогам всех испытаний, безусловными лидерами стала команда Кызльского транспортного техникума. На втором месте команда Тувинского политехнического техникума. Замкнула тройку лидеров команда Тувинского техникума агротехнологии. Победители второго республиканского чемпионата по юношескому авто многоборью уже в апреле 2020 года будут выступать на всероссийских соревнованиях. Госавтоинспекция Тувы получила новые патрульные автомобили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 8 ноября в республике состоялось вручение новых патрульных автомобилей для подразделений госавтоинспекции, полученных в рамках федерального проекта «Безопасное дорожное движение» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Торжественную передачу от служебного автопарка провел глава республики Шалбан Караул и министр внутренних дел Юрий Поляков. Обновленные патрульно-транспортные средства 19 легковых и 7 внедорожников с улучшенными эксплуатационными качествами, повышенной проходимостью и высокими скоростными характеристиками, укомплектованный всем необходимым оборудованием для несения от службы сотрудников госавтоинспекции в разных дорожных условиях. Для бесперебойной доработы служебного автомобиля ДПС в комплектацию транспортных средств входит дополнительный аккумулятор, технические средства фиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, медицинские укладки для оказания первой медицинской помощи, сигнальные громкоговорящие и светодиодные установки, специальные технические средства измерения, используемые для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств. В своей речи полковник полиции Юрий Поляков отметил, что обновление транспортных средств – одно из важных направлений реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения», национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», которая окажет положительное влияние на обеспечение безопасности дорожного движения в республике. Завершилось мероприятие торжественным проездом новой спецтехники на площади Ората города Козыла. На этом выпуск программы «Патруль» подошел к концу. И в заключении я напоминаю наши контакты, адрес электронной почты и телефоны редакции на ваших экранах. Смотрите программу «Патруль» также на YouTube-канале Тувинская единая служба информации. Теперь точно все. Берегите себя и своих близких. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!